приветствую дорогой николай николай сорокин у нас почетный почетный участник нашей школы человек будущего homo futurus еще скажи сколько у тебя там евразийский как ты как-то у тебя называется да ладно это может не надо уже не надо вот новичок зайдет и он должен я ректор сетевого альянса университета лектория евразийскому речи менделеевская проекта праздники науки а много лет работал от сотрудничестве с казахстаном же работу там это тему туранского мира как говорится великой степи хорошо знаю на и сам биолог биолог по образованию биолог химик физиолог кафедры физиологии человека и животных заканчивал саратовский госуниверситет так что мы с вами не немного коллеги и поэтому все что о чем вы говорите мне это близко родное и интересное еще я для тебя специально чтобы было видно прямо развернул эту доску я я что рекомендую мне очень нравится вот термин синхрогимнастика может его чтобы выделить смысл синхро с большой буквы потом вместе гимнастика тоже большой буквы и потом в кавычках что-то ключ то есть именно относится к методологии ключ синхрогимнастика ключ мне кажется это было бы сильнее ну скажи пожалуйста где что выделить надо я сейчас я предлагаю написать слитно без интервала прочего букву г сделалось большой ну вот так синхро гимнастика ключ на гимнастика и ключ кавычках ключ с большую букву и закавычить да так мы сейчас более ярко выглядит за вот вы посмотрите что николай сорокин предложил пожалуйста обсудите здесь много участников школы человек будущего homo futurus пожалуйста они знают давно что такое синхрогимнастика что это подбор действий синхронных текущему индивидуальному состоянию для сброса лишнего а мы сейчас выходим на широкую аудиторию это именно для широкой аудитории то есть потому что слово синхрогимнастика ну как бы такого общего плана люди знают слова и гимнастика а то что это относится к методологии ключ это подчеркивает ключ большой букву соответственно понятно но я так пишу как как академики пишут плохие академики ну да 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 ну мне кажется красиво ну потом красивше напишем моя мама была деканом филологического факультета я очень много книг прочел и поэтому я чисто говорю по-русски я мог сказать красивее напишем потому что это я с точки зрения брендинга потому что есть понятие аббревиатура прочее и но когда слово длинное многосложное и как бы вторая часть слова с маленькой буквы оно не так ярко видится а когда ты выделяешь оба как бы ну вот таким путем выделяешь оба корня то интереснее получается но посмотрим посмотрим мы еще у нашего друга романа газенко спросим это пожалуйста так вот-вот прошла себя гимнастика а здесь кавычках откуда это происходит от метода саморегуляции ключ чтобы не забывали посмотрим мы потом красивее это относится к категории брендинга выделения чтобы поярче усвоение освоение для легкого переноса усвоение материала да потому что иногда слово стоит состоит из трех корней чтобы человеку ярче выделить эти три корня вот пускай это вместе с флит написано вот когда ты выделяешь как бы за главный корневую часть следующего слова интересно получается надо да это очень здорово но вообще-то это мы обсудим там коменты пожалуйста друзья напишут а ты пожалуйста ответь мне на вопрос сейчас всех людей интересует том числе и вопрос о том искусственный интеллект может нас во всех сместить ее жизни заменить нас люди потеряют рабочие места и чем человек отличается от машины какая бы она не была совершенна можешь сказать могу сказать свое мнение я не являюсь специалистом по искусственному интеллекту я как бы занимаюсь мое хобби проблематику устойчивого развития преодоление системного кризиса управление большими сложными экосоциоприродными системами ну вот тут я как белок и применение кибернетических как бы систем подходов поскольку моим учителями были ученики петра кузьмича анохина значит теория функциональных систем она как говорится мне всегда была родная это обратная связи и я скажу искусственный интеллект и его роль место да извините я предлагаю подойти к этому гораздо проще суть такая что это костыли инструмент и мягко выражаясь вот тот тот же пульт дистонного управления человек так мало двигается он еще уже из дивана извините попу трудно поднять вот все он это так вот в данном случае атрофия мышц малоактивность то есть человек превращается в урода то есть мягко выражаясь сегодня школьники которые не освоили извините как мы в свое время там каллиграфия значит с помощью чернильной ручки не учив в нормальном образе таблицу менделеева эти таблицу умножения там значит это правописание правописание как я вот видите я случайно написал очень не симпатично очень неправильно потому что здесь просто не помещалось потому что надо было мне писать отсюда мне было лень стереть и снова писать потому что я экономил твое время и вот это согласование во время беседы экономить время друг друга и в то же самое время это многозадачник как все это согласовать чтобы хорошо написать и в то же время быть культурным вежливым задача в голове надо всего-навсего рассматривать костыли инструменты в помощи человеку то есть это машинная работа и никогда не заменит человека и тем более там коллективный человеческий труд коллективный разум никогда в чем именно не заменит а извините вот есть как говорится счетная машинка там счеты там были примитивные потом калькулятор сегодня там компьютер который умеет там быстродействие прочего вот это все но задать что ему должен поставить как бы все равно человек и все равно это костыли вопрос не может поставить как человек может поставить вопрос нету ему должна быть сторонняя система которая ставит перед ним задачу вот он да он может что-то оптимизировать прочее на то задать что должен поставить хорошо если мы будем исходить из этой логики тогда мы выделим для человека ту уникальную способность задавать себе вопросы потому что на самом деле наша любознательность способность человека задавать себе вопросы по существу решать все проблемы потому что правильный вопрос он уже содержит в себе часть ответа правильно поставленный вопрос на половину полученный ответ вот что важно да 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 поэтому если мы научаемся ставить себе правильные вопросы мы по существу научаемся получать ответы а дело в том что людей уже сделали атрофированными в этом отношении. Потому что они пользователи постоянно, они берут и пользуются, например, в интернете и не задаются вопросами. Вопросами задаваться, это все равно, что думать. Вот я хочу сказать пример. Я раньше, много лет назад много занимался гипнозом как окном в таинственные явления чешской психики. В глубоком гипнозе, если ты совершаешь некие действия, которые вызывают у человека вопросы, ну, например, ты ему задаешь вопрос или там что-то ему сообщаешь, какую-то команду противоречивую, которая заставляет его начать думать, он тут же оттуда из гипноза выскакивает. Потому что человек это механизм, который существует, мыслит, способен познавать, когда задается вопросами. Он тогда не машина как под гипнозом, он тогда оттуда выскакивает из этого машиноподобного состояния, когда человек задается вопросами сам себе. Он начинает думать, отвечая на них, и выскакивает из этого машиноподобного состояния. Так вот, насчет искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект – это искусственная противоестественная система, которая человек с помощью тех аппаратов, механизмов, которые он создал, в первую очередь в урбанизированных сообществах. Но мы знаем в условиях войны и прочее, отключить электричество или что, и эти люди становятся полностью беспомощными. То есть, получается, это они как бы киборги, у которых атрофировались естественные мыслительные, инженерные и другие качества, которые были у людей предыдущих поколений, которые пользовались алгоритмами, линейками, минимальными, но зато мысли целостные и сами могли это все выполнять и прочее. А сегодня сплошь и рядом там неглубокое знание материала, надежда на то, что, мягко выражаясь, включишь поиск, тебе там любой ответ там это. Там вплоть до того, что студенты не учатся, там, ну, с помощью всяких шпаргалов, наушников там и так далее, значит, хитро спрятанных, уже сдают экзамены, никогда не готовясь к экзаменам, это, ну, это уродство. То есть, в данном случае, действительно, это доходит уже до своей этой... То есть, люди должны развивать свое воображение, свое мышление, задаваться вопросами, чтобы все больше и больше от машины... Я как физиолог хочу сказать, что идет атрофия естественных, это, как бы, качеств, которые, способности, которые могли бы развить у человека, но с помощью вот этих костылей, если ты все время на костылях, это у тебя не развивается? То есть, это примерно так же, ну, можно, конечно, иметь с собой слуг, один математик, другой экономист, проще, любые вопросы, но ты всегда этих слуг с собой не будешь иметь. И тот же компьютер, извини, если у тебя по каким-то причинам его вдруг не окажутся, ты беспомощное существо. Я помню научно-фантастический рассказ, когда, значит, совет мудрящий собрался, значит, это в каком-то 30 веке там и так далее, и какой-то мужичок, они его пригласили, и говорят, это правда? Он говорит, да, правда, ты действительно можешь это? Он говорит, да, могу. Ну-ка, давайте проверим. И совет мудрящий сидит, значит, и ему задают вопросы. Ну-ка, скажи, сколько будет дважды два? Он так посмотрел в потолок и говорит, четыре. И они на счетных машинках посчитали, говорит, правильно. Слушай, а сколько будет трижды три? Он посмотрел в потолок и говорит, девять. Они посчитали, посчитали, посчитали. Говорят, да, правильно. И друг другу говорят, слушай, наступит время, когда космические корабли поведет человек. Ну да, это пародики, конечно. Ну, я что хочу сказать. Я не против, как говорится, вот этой всей компьютеризации, использования сложных этих искусственных систем. Их можно, как говорится, и на благо человека применить. Но сегодня, к сожалению, это все во вред. Вот эти компьютерные сети, интернет, это, извините, там, мусора 90%, 10% в благо работают. Потом я, знаешь, еще не очень приветствую, когда люди для того, чтобы развивать свое мышление, вместо того, чтобы заниматься любимым делом, своими способностями, что-то создавать, развивать, производить какие-то произведения, шедевры делать, рассказы писать от души. Вместо этого сидят, допустим, механически тренируют свой мозг, свою логику механически тренируют. Там, например, кроссвордики решают, там, какие-то. Вот я помню, раньше ездят в этих самых электричках люди, в журналах «Огонек», там, кроссвордики решают. Они думают, что при этом у них мозг развивается. А на самом деле, это, конечно, в какой-то части это лучше, конечно, чем вообще ничего не делать своей собственной головой. Но, с другой стороны, лучше бы он потратил это время на то, чтобы понять, в чем его собственная природная талантливость, в чем его собственное природное предназначение, в чем ему, условно говоря, природа кредит выдала, в чем. Может быть, если бы он задумался над этим, если бы нас в школе учили открывать свои способности, как мы сегодня в нашей школе человек, будущего homo futurus, обучаем. Да, я вот буду делать скоро ролик, когда вы увидите, как можно открывать свои способности. Так, это, извините, можно продолжить тогда? Еще очень простая есть. Вот, как бы, истинный или довод интересный. Тот, что прослушал, значит, лекцию вашу совместно с Рашином, Владимиром Ивановичем, значит, и там у него тема, позиция наблюдателя. Значит, так вот, позиция наблюдателя, я тут же ввожу, как бы, другое понятие, система координат. И вот в данном случае у машины, искусственного интеллекта, нету потребностей. Только живой наблюдатель, и именно от его системы координат, от его потребностей все формируется, наступает нужное взаимодействие. Там, извини, ты видишь там природную среду, и там необходимые там в ней элементы. Увидал там родник, речку или что, там тебе попить, рыбку половить. Увидал там, как говорится, другие красивые пейзажи, допустим, с красивыми модельными формами, другие желания возникают. Значит, ну, каждый раз по ситуации. А машина-то машина, у ней нету потребностей. У машины нету потребностей, и никогда она не заменит. Ну, там же пишут и показывают, что она уже чуть ли не выиграла гроссмейстеров мира по шахматам. А извините, в данном случае это не значит, что если она какой-то отдельный функционал выполнила лучше, чем отдельный человек, который там способен на ошибки, способен на уставать и прочее, то по миллионам других функций, которые этот человек располагает, она полная ноль. Но она может создавать шедевры. – Извините, это мое любимое слово. Я занимаюсь как бы историей науки и техники. И шедевр изначально в немецком языке означало… Вот есть градация – ученик, подмастерие, мастер, старшина. Старшина – он же гроссмейстер, он же гроссмейстер. Ну, на современном языке, на современном уровне, это как бы академический уровень, высший. Значит, так вот, шедевр, оказывается, это когда ученик сделает, выполнит как бы работу, сделает некое изделие, которое другие мастера сочтут за уровень мастерства. И примут его в свою гильдию на свой уровень. То есть, по сути говоря, это экзаменационная работа. И это этап, когда подмастерие становится мастером. – Ну, то есть я не могу сказать, что мои картины – это шедевры, пока другие мастера не скажут, да? – Нет, суть такая, что… Нет, я занимаюсь проблемой науки и образования, и вот для меня вот это понятие «экзамен» – это святое понятие. Это инициация. И получается, эта тема инициации и шедевр, он может быть только один. Если, ну, мастерство в чем-то, если он там гончар, там кузнец и прочее, вот он сделал нечто, и другие мастера его восприняли. Все, теперь ты равный нам, ты можешь называться мастером. – Ну, я хочу понять. У меня там Почуков Виталий сказал, что я делаю очень хорошие картины, а он такой… – А нет, а сегодня-то слова многозначные. И вот это начальное слово «шедевр», которое было в гидийской системе взаимоотношений, что это как бы наилучшая работа высокого уровня, высокого качества. – Как я хочу сказать, когда я смогу сказать «шедевр», когда вот много искусствоведов уже сказали свое слово, что я хорошо рисую. У меня даже Почуков сказал тогда, Виталий, жаль, что его нет уже, сказал, что у тебя направление «магическая живопись». Ему очень понравилось. – Давай так. – Я просто хочу понять, могу ли я сам, чувствуя, чувствуя, как я рисую, смотря на других людей, как они рисуют, могу себе сказать, как некоторые художники говорили или музыканты, да что они там говорят, это мне не важно, я сам знаю, что у меня шедевр. – Нет, 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 в данном случае пускай лучше говорят это другие, это будет больше декор. – Это интересно, это интересно, это интересно. То есть человек сам себя цены не знает, да? А Пушкин говорил, а Пушкин говорил, я памятник себе воспитываю, творные, не зарастет народная тропа, Пушкин сам про себя так говорил. – Ну, на самом-то деле вы поняли, что понятие шедевр – это экспертное суждение других мастеров об этом человеке. – Сколько надо этих мастеров? – В данном случае, извините, один мастер высокого уровня может сказать, что, ну, парень, твой уровень мастерский. – А, ну, тогда я могу говорить. – Да. – Очень здорово. Я попутно такие вопросы задаю, потому что многих людей же это интересует. – Многих людей интересует, может ли человек сам себя оценивать и понимать, или для этого ему надо. – Да, слова, которые приходят к нам из других языков иностранных, а у нас они возникают как бы другой смысл. И получается, сегодня мы употребляем слово шедевр как высококачественная работа. – Да, на самом деле это работа, которая оценена мастерами в этой области. – Это была, да, это, ну, как бы экзаменационная оценка, экзаменационное экспертное осуждение других мастеров о работе под мастерии. – Отлично, как отлично, да. – Какой бы тебе картину показать, а? – А, лучше я тебе покажу картину, которая у меня в книге, потому что мне сейчас доставать картины, снимать их, они у меня тяжелые. Знаешь, у меня на картинах 15-20 слоев краски. Это такие становятся тяжелые картины, очень тяжелые. Поэтому мне легче книжку поднять, книжку поднять, и там у меня они опубликованы. Некоторые картины в цвете. Сейчас, сейчас я покажу. – Мне ваши картинки очень нравятся, они оригинальные, вкусные, интересные. – А вот смотри, я рисовал свои внученьки Гретки. – Ну, а ты что, это как-то вообще, все от души называется. – Да-да-да, я хочу сказать, что каждый из нас художник. Если мы научимся синхрогимнастике, если мы научимся снимать лишнее напряжение подбором, путем перебора, по критерию максимального комфортного действия, мы научимся снимать лишнее напряжение, то потом, когда мы рисуем, мы чувствуем, как правильно рисовать, даже не умея, потому что у нас нет страха за ошибку, и мы становимся такими естественными, как дети правильно рисуют, не задумываясь под природой. Они же все умеют хорошо рисовать, пока их не начнут переучивать. Вот так неправильно, так правильно, он теперь рисует бедный, не знает, как правильно нарисовать. Ну, на самом-то деле, всегда были академические сообщества, в том числе для обучения детей. Если мы хотим, как бы... Да-да, здорово, здорово. Не случайно, как бы, таланты, которые с детства им давали некие там навыки, там или вот это художественное, как говорится, ремесла живописи, или он, как говорится, там на скрипке играл с детства, то есть, но в итоге это навыки, навыки, навыки. Чем больше он, как бы, в этом плане тренируется, тем выше результаты. Да, я... Говори, 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 говори. Ну, я вот этот момент возвращаюсь, как бы, искусственный интеллект и прочее. И вот этот момент, как физиолог говорю, что мы до того уже начали использовать это компьютерное, что лишились многих, естественно, своих там способностей и прочее. Еще плюс, плюс, в данном случае это нарушение нормы. Нарушение нормы... Вот нам сегодня во времена пандемии ввели понятие социальной дистанции и прочее, а человек, существо коллективное, социальное, оно не может без общения к себе подобными. Оно умирает от этого. То есть в данном случае без общения к себе подобными человек теряет смысл жизни. Я скажу главное, что в общении с себе подобными, когда возникает психологическая атмосфера человеческого общения. Когда, вот в этих условиях, когда он общается с себе подобными. Но это примерно можно и вообще и на дистанции иногда тоже. Если возникает эффект психологического общения, атмосфера, если это возникает, появляется присутствие, чувство присутствия. Мы не против, не против. Вот мы с вами, извините, старики-пенсионеры, и сидим в домашних условиях, и общаемся там, как полуночные, мягко выражающие, мечтатели и прочее. Так вот... Я не верю, что я старик-пенсионер. Посмотри. Секунду, секунду. Я такой, ты что, крутой человек. Секунду, секунду, секунду. Ты что такое наговариваешь на нас? Нет, не наговариваю. Друзья, я шуту. Не наговариваю. А потому что у нас слово «стар» от слова «звезда». То есть «звездный». То есть это уже ближе к звездам называется. Неужели? Да, а как же ты думал? А я думал, что звезды назвали так, потому что... Нет, «стар» – звезда. Старшина – это тоже «стар» – звезда. То есть наивысший звездный. Понятно. Кто сказал, это не звезды вечные, это мы вечные. Я тоже сказал великий писатель. Ну ладно. Пусть кто знает, кто это сказал, друзья, который написал «Чайку Джонатан Свифт», да, пожалуйста, это не звезды вечные, это мы вечные. Потому что на самом деле, если разум возник на планете, он всякий раз возродится, как феникс из пепла, как только появляются условия. Разум неуничтожим. И поэтому зря надеются, что каким-то искусственным интеллектом, который, как сказал сейчас, верно, точно, правильно, на мой взгляд, наш друг Николай Сорокин, что это инструмент, который должен работать в пользу человека. Потому что сам этот инструмент открытие делать не может, шедевры создавать. Так может или не может? А если там возьмут пару человек и оценят, что он шедевр создал? Ну извините, в данном случае станок ЧПУ. Он работает как огромный завод и с величайшей точностью. Но это всего-навсего орудия, инструмент, созданные человеческим разумом. И опять, в данном случае ведь человек, извините, использовал лопату или сперва там это, палку-копалку, а потом создал экскаватор, а потом создал машину, которая, извините, там, вот эти, когда метро, подземные эти целые там галереи, шахты роют и так далее. Это вообще колоссальные комплексы. Ты знаешь, у меня есть один товарищ, который занимается как раз таки, он там, ну короче, очень специалист большой по искусственному интеллекту. Я у него спрошу, насколько справедливо то, что искусственный интеллект никогда человека не заменит, потому что человек по своей природе, ну как мне кажется, в нем вся эволюция человеческого развития в его голове, которая включается, когда он решает какую-то задачу, подключается вся эволюция. Есть понятие, есть понятие, лицо принимающее решение. А у машины ограниченное, да? Есть понятие, лицо принимающее решение. Иногда бывает это коллективное решение. Так вот, компьютер, машина, она работает только по заданным параметрам. Вот ей дали задание что-то, она его выполнит и выполнит, может быть, наилучшим образом быстродействие и прочее, все там есть. Но задание-то все равно дает человек. Ну, ты знаешь, задания разные бывают. А в том-то дело, в том-то дело, у нас везде двойные технологии. Есть еще закрывающие технологии. Давай хорошо посмотрим, что нам скажут наши участники, которые смотрят нашу беседу. Если они захотят, как в прошлый раз было, они мне написали, дайте людям сказать. Я поэтому пытаюсь молчать. Но это такие темы, извините меня, которые меня тоже зажидают. И поэтому я часто перебиваю Николая. Николай, тебе мешает то, что я тебя перебиваю? Вы для меня самый интересный собеседник. Вы чего? Я немного это, ну, как сказать, может быть, невыдержанный и прочее. И мысли-то прут называется. Да. Значит, они есть. Поскольку вы сейчас выступаете в качестве журналиста интерьера и задали мне что-то, вот я выдаю по вашему заданию. Правильно. В данном случае как дискуссионный интеллект, да? Я поставил задачу, ты ее как бы выполняешь, да? Вот человек сам себе может ставить задачу, правильно? А у нас с вами диалог, да? Вот это очень интересно, да. Очень интересно. Друзья, пишите, пожалуйста, вопросы. Сейчас очень важно, чтобы вы писали вопросы. Потому что очень важно в нашей школе, чем будущего, Homo Futurus, посмотреть, сколько у нас мыслящих людей. Я сам знаю, это очень много. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста. Чем больше вопросов задаете, как мы сейчас поняли, тем больше будет ответов. И чем точнее вы их формулируете, тем больше будет... И сами будете понимать эти ответы, да. Извините, извините. Вот сегодня молодые люди, воспитанные через, ну, назовем это мозаичное мышление, которые кусками, урывками системы Винегрет нахватали от всего понемногу, но никакой целостной картины у них в голове не сложилось. Значит, для того, чтобы это сложилось, надо прочитать много книг, надо изучать, если ты предмет какой-то профессии изучаешь, работать со справочными пособиями, справочники, энциклопедии, энциклопедии, значит, которые дают там некий полный и целостный объем знаний. Если это не использовать, надо знать термины, надо знать как бы глоссарий там по любой тематике. Если ты это не понимаешь, ну, как бы сложно идет развитие. И сегодня действительно вот это взаимопонимание, взаимосогласование, взаимодействие, вот эти этапы. У нас все общество сегодня лебедь, трак и щука, каждое одеяло в свою сторону, и, ну, как бы, назовем так, порядка нет в обществе. Почему нет? Потому что высший уровень управления у нас, как бы, там, на государственном уровне, значит, отменили, как, там, идеологию, отменили, сегодня Российская Академия Наук, она как организация перестала существовать, там это клуб по интересам, это вот, ну, отдельные, там, академики Рана об этом прямо говорят. Это в 2014 году случилось путем реорганизации и прочее. Ну, будем надеяться, что, как говорится, разум вернется в нашу страну, самая, как бы, читающая страна, самая умная страна, значит, где функционировали серьезные академические, инженерно-конструкторские, как бы, школы, значит, достигли наивысших, как бы, достижений и в техническом, и в социально-общественном развитии общества. На нас равняла вся планета. Ну, а за 30 лет, что-то многие постарались довести нас до некого, как говорится, не совсем удобного и, как назвать, вот этот, ну... Мы этот вопрос, этот вопрос, понимать, мы не будем в него внедряться, ладно? Не будем. Потому что нам сейчас нужно, наоборот, подниматься, а не застревать. Хорошо, там, ошибки мы знаем, мы анализируем, но мы их сейчас не обсуждаем. Извините, а на самом-то деле, без трудностей, без анализа ошибок не будет определения системы пресса. Это правильно. Это как врач. Врач вначале анамкиз, потом диагноз, потом назначается лечением. Я с тобой абсолютно согласен. Просто в данном случае нам надо наш канал, который все время неимоверно быстрыми шагами развивается, без всяких реклам, без всяких вливаний каких-то искусственных и так далее. Сам по себе развивается. Потому что людей волнует то, о чем мы говорим. Оказывается, действительно, это всем интересно. Как же все-таки сохранять в себе человечность и через это сохранить человечество? Извините, у меня есть предложение следующую передачу сделать на какую тему? Мне кажется, у вас есть, как сказать, несовершенство в вашей конструкции наука о человечности в чем? Не наука о человечности, а наука о человечности. Дайте скажу, дайте скажу. А в том, это же следующая передача, а в том, что вы как человек добрый, по уму, по сердцу и прочее, прочее, вносите в это понятие человечность альтруизм и, ну, назовем, некую там толерантность, вот это... Доброту, доброту. Да, да, да. Поэтому я создал штуку. А ты считаешь, что добро надо защитить? Секунду, секунду. И некий пацифизм. Значит, я утверждаю, что любое добро должно быть с кулаками. И у любого альтруиста должна быть защита, а иначе альтруист будет жестокий. Будет с вас крышевать, как говорится. Да, да, да. Альтруисты говорят в глотном мире, да? Будешь нас... Альтруисты – это очень хорошие люди, но у них должна быть защита. Друзья, скажите, пожалуйста, в комментах там напишите, на самом деле добрые люди действительно самые несчастные, потому что их колотит кто кому... Их используют, их используют. То есть в данном случае всегда найдутся люди-паразиты, которые используют их добрые чувства, вот эту систему отдавать, отдавать, отдавать. То есть это он как христианская запись. Рубашку отдай вторую, там ударили по одной щеке, поставь вторую. Так вот, многие этим начинают пользоваться, паразитов-то в обществе полно. Слушай, во-первых, неправильно это расшифровывают, если тебя ударили по одной, поставь другую. Дело-то в другом. Дело в том, что если бы все это приняли, не нашлось бы того, кто бы ударил. Вот о чем речь идет. Секунду, секунду. А еще есть такая вещь. Извините, что даром, то не ценится, что даром, то не лечится. Это тоже фактор? Вот посмотри, а вот посмотри, а? Ты на чью мельницу льешь воду, а? А на ту, на ту, на правильную, потому что нужно адекватно. И вот есть понятие равновесия, есть понятие баланса. Поэтому надо духовные и материальные ценности согласовывать. Да, 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 баланс. Да, и все проблемы возникают в жизни из-за перегибов, из-за... Баланс и пропорция – ключевые понятия. Баланс и пропорция. А чтобы сохранять баланс, надо знать синхро-гимназию. И пропорция. Вот слово пропорция. Потому что все должно быть, как говорится, в многообразии. И хорошо у нас в прошлом видео было сделано с Аршиновым, потому что он стал главным специалистом, научным сотрудником Иссута философии, доктор наук по философии, потому что деятельность человека – это и есть продолжение его сущности. А я стал основателем школы «Человек-будущего хомофутурус», потому что я добрый. А Николай Сорокин, видите, у него даже фамилия Сорокин. Это я шучу. Но скажи, почему ты стал Николаем Сорокином? Почему ты сейчас... Ну, извините, в данном случае Николай Сорокин. Ну, на самом деле, у каждого человека много фамилий. У меня бабка Досманова, там другая, там Сернаковы, Кондратьев по отцовской стороне. То есть это фамилии. Отцовская сторона Сорокин, да. Значит, а по этой... По материнской стороне у меня другая птичья фамилия. Балобанов, Черняев. Ну, как говорится, тоже нормальные русские фамилии. Так что... Коля, Коля, ну ты согласишься, что я хорошо умею вести встречи? Ну, ладно. Я тебя раскрываю, раскрываю. Давайте так. Мне-то что? Мне с вами всегда приятно как бы общаться, потому что вот встреча с хорошими людьми – это самое наивысшее наслаждение. Вот мне чего не хватает сейчас? Ну, я недавно как бы там дыньку съел, прочее. Мне бы еще чайку с вами на кухне попить, с вареньем каким-нибудь. Это было вообще, как говорится, высшее наслаждение. Я тебя чаю всегда нальем. Чай всегда нальем. Я тебя обнимаю. До встречи. До встречи. Пока. Мы до следующей встречи только. Ты далеко не исчезай. Хорошо, хорошо. Скоро мы снова встретимся. До встречи всем. Спасибо. Как говорили раньше режиссеры, как это – спасибо, все свободны. Шутка. До встречи.